Всем здравствуйте. Речь будет сегодня о следующем моменте. Я расскажу, покажу, как я пришел к видению такого момента, что паттерны паттернами, это все хорошо. И когда ты понимаешь, что делать, уже, да, но может какие-то там есть огрехи в технике, либо там какие-то сомнения действий, либо там момент номер три, если какая-то сделка не получается, то все плохо, там, то есть депрессивные моменты и так далее, это все вообще второстепенно. На самом деле, особенно третий момент я говорю. Вот. Часто можно слышать выражение такое понимание рынка. Понимание рынка, понимание рынка, понимание рынка. Условно там Геннадий, не важно там, Петр, Сергей, другой Сергей и так далее понимают рынок там, либо не понимают рынок в основном, либо рынок не понимают в основном. И вот что в этом кроется? На примере отчетных акций мы будем об этом говорить. На примере прошлой недели и начала вот этой вот недели. По сути, у нас полтора дня прошло отчетов на этой неделе. Вот. И понимать, нужно понимать картину отчетов, да, то есть какие они вообще, да, то есть первое, они есть, это факт. Вот они состоялись, они проходят. Есть ли какая-то тенденция или есть ли какие-то повторения в этом всем деле? Если есть, то какие? Если нет, ну, нехорошо, но и не смертельно. Что ж поделать? Вот. Поэтому, почему я говорю, когда вы там можете не торговать какой-то определенный отрезок времени, но следить вы обязаны. По одной простой причине, что вы получаете информацию, что работает. На начальном этапе абсолютно по-другому работает мозг новичка-трейдера, назовем это так. Он работает с позиции, там, ну, все мы пришли сюда за деньгами, ну, откровенно, да, то есть там про хорошие трейды можно сколько угодно рассказывать. Но домой, когда вы будете приходить своим родственникам, не знаю, там, друзьям, маме, папе, дочерям, сыновьям и так далее, дедушкам, бабушкам, я не думаю, что вы будете рассказывать. Им это неинтересно все. Какой вы правильный трейд сделали. Вот. Поэтому результат, да, все-таки вы за ним пришли. Естественно, этот момент, он затмевает то, что трейдинг это рутинное, не всегда интересно. В первом этапе оно, как правило, интересно, а потом это все затупляется. Я честно могу сказать, кто в это не верит, ну, просто продержитесь еще пару лет в рынке, потом увидите. Вот. Поэтому вот этот вот момент, да, понимание, что работает, что не работает, очень важен. И у нас, у вас может быть какой-то арсенал стратегий, но если ваши стратегии сейчас не работают, а вы упорно хотите их подстроить под рынок, который есть, то результата не будет. Вот. Может кому-то это сейчас, кто-то сразу же обиделся на рынок, либо на меня после этой фразы. Но суть остается вот такой, о которой я говорил. То есть не наличие знания какой-то формации, говорит, а то, что как вы будете, как вовремя и как своевременно. Я не говорю сейчас про риск-мани-менеджмент, это вообще аксиомы, которые, само собой, никуда не деваются. Как вовремя вы эти знания будете применять в тех ситуациях, когда вы будете видеть, что действительно рынок сейчас находится в таком состоянии. Они просто там упали, откатились, и значит 100% туда можно заходить. И 100% будет результат. Но опять же, 100% ничего в трейдинге нет. Поэтому смотрим сейчас прошлую неделю, я делюсь своими наблюдениями, заодно у вас некоторые вопросы поспрашиваю. Что же, вы же пришли не просто посидеть, посмотреть. Вот. И посмотрим, что у нас сегодня, соответственно, на вечер. На прошлой неделе количество отчетов, которое у нас было, не было катастрофически таким большим, оно было довольно-таки умеренным. Напоминаю, что в Finviz есть прекрасный раздел Previous Week, где вы можете посмотреть акции, которые там что-то интересное делали, возможно, без вас. То есть, то, что неделя прошла, это не значит, что ее нужно посмотреть. Ну, то есть, по стандартным каким-то, я даже не беру капитализацию, ITR от 0,5, объем от полумиллиона, цена от 2. Естественно, там будут очень дорогие акции, потому что на прошлой неделе отчетовалась та же Tesla. Получается 159 компаний. Естественно, что-то из этого можно какие-то наработки взять и сделать определенные какие-то выводы. Я так думаю. Вот. Начнем. По алфавиту пойдем. На прошлой неделе у нас отчитывалось немало компаний с авиацией, связанных. American Airlines в частности. И в тот день, а это у нас непосредственно было 23 число, отчитывались, если не ошибаюсь, еще компания LK, LUV 23, да, тоже был момент, да, 23 тоже. Safe, по-моему, да, вот тоже такой вот момент. Значит, что я в целом жду от отчета и почему иногда спрашивают, почему выбрали эту компанию смотреть, которая читалась, а они там, допустим, которая вот здесь, вот у нее вроде тоже что-то там происходит. Я люблю отчеты, которые действительно как-то полностью перекрывают, вернее, разбрасывают все в разные стороны. То есть не просто какой-то небольшой какой-нибудь гэпдаун, да, например, либо гэпап, а чтобы прям вот ушла куда-то, возможно, акция потом вернется в эту же точку там через несколько дней, но не в суть, нам нужен отчет, чтобы компании просто открывались там плюс 5-10%, минус 5-10%, и это было важно с объемом, потому что сейчас вы можете видеть акции, которые, ну, например, вроде как и выходят, да, на премаркете, вы смотрите котировку там за час до открытия, видите, что спред там по 50 центов, по 60, вроде даже какие-то принты проходят, это в общем и целом там даже 10 тысяч каких-нибудь проторговали всего шерст, но как-то уверенности вот в такой ситуации абсолютно нет, что вот она пойдет. Ну вот у меня такое чувство. Поэтому, ну, разница, я думаю, большая была. Допустим, тот же American Airlines, 23 число вот здесь вот, которое, допустим, в 9 утра, в 9 утра, он находится вот здесь вот, и, например, акция EHTH, пятничная, которая вот здесь вот находится у нас, потому что она читалась вот так вот после четверга, после закрытия со 115 акция падала на 85, это очень серьезное падение, и в процентном соотношении тоже, и находилась вот где-то вот тут. Мы ее детально будем рассматривать на минутном чарте, это у нас 15 минут. Вот, поэтому я, честно говоря, на некоторые моменты просто могу игнорировать и упустить. Иногда вот просто вот так вот акция открывается, как у нас была, ну, будем по порядку идти. Без какого-либо премаркета начинает очень сильно идти, например. Да? Это абсолютно, я считаю, не своим вариантом. То есть такое можно только угадать. Ну, вот я хочу какой-то точности, насколько это возможно, хотя бы там 50%, да, 51%, да, чтобы это у меня вызывало хоть какое-то доверие к акции, либо к индустрии, которая начинает так двигаться, возьмем, допустим, неотчетный период. Соответственно, отчеты должны как-то себя ввести более, скажем так, волатильнее, чем это происходит за счет, допустим, просто потому что рынок идет на плюс, там, 1% либо минус процент. Вот, поэтому, допустим, American Airlines при отчете вот здесь вот у меня не вызывал никаких эмоций, честно говорю. Вот. И следить за ним с самого открытия, конечно же, можно было. Но выходил ли он из какого-то здесь рейнджа очень серьезного, да, ну, тут если бы, конечно, вышли там ниже 11, возможно. Но даже не соизволили 11 пробить, чтобы мы о чем-то говорили. Вот. А теперь уходим чуть-чуть в специфику этой акции и вообще индустрии авиации в целом. Мы видим, что уже на протяжении, ну, ни одного месяца после вот того падения рынка в февраль-март, конец февраля-март, авиация особо-то не восстановилась. Был вот этот всплеск в июне, когда за несколько дней, ну, там, аутентичные вы увидите графики практически у всех компаний, которые относятся к авиалиням и серьезным авиалиням. Поменьше был всплеск непосредственно 4 и 5 июня. То есть тут что-то должно произойти, по моему уже мнению, что-то уже связано, наверное, с короной, либо им должно быть очень уже действительно станет какой-то негатив, что American Airlines пойдет на 5 долларов, либо действительно уже пойдут какие-то позитивные новости и будет очень сильный возврат. Отчет отчетом, никто особо от них серьезных результатов не ждал, и тем более это уже не первый отчет, а отчет у нас был где-то вот здесь, вот, по-моему, первый после вот этого падения. Поэтому тут чем-то было удивить, я думаю, невероятно сложно. То есть ждать, конечно, можно было, смотреть нужно было, но удивляться там какому-то, это пассивному абсолютно движению, а ну, я считаю, было очень пассивно, не очень понятно, почему вот 11 прошло, что-то вот в эту зону. Для меня этот момент, я считаю, был абсолютно неясен, и я не думаю, что он кому-то был понятен именно как intraday trader. Вот с этого момента прямо вот такой вот выход. Единственное, что мы можем из этого взять, могли бы взять, если бы тут был бы серьезный какой-нибудь гип-даун, хотя бы в районе 10, и акцию сразу же вернули вот в свой вот этот вот коридор, да, 11.50, тогда мы могли бы сделать какие-то выводы, что, возможно, эта индустрия, ну, параллельно еще посмотреть акции, которые отчитываются в этот день, либо на следующей из этой индустрии, делают ли они так же, либо это прихоть только American Airlines. Вот. Поэтому вот эта вот информация, которая была в AAL, она ничего не дала. Я считаю, тут особо делать и нечего было в течение как дня отчета, потому что меня больше интересует первый день и второй день. Второй день – это вообще ужас какой, просто акция вот так вот. Все вот самые худшие, наверное, что может быть, и никуда не пошло. И это мы могли наблюдать также в акции LUV, LK, если не ошибаюсь. Тоже вот 9.30 вверх, save и так далее. Соответственно, от этой индустрии я бы просто сейчас пока бы отвязался вообще даже, несмотря на то, что мы говорим сегодня про отчеты, да, то есть, ну, ничего здесь пока не происходит. Просто идет консолидация, вроде как и выходит, вроде как и смотрится кому-то и ниже. Кто-то думает, что наоборот выше после вот такого вот. А вроде как, ну, то есть, гадание всего на кофейной гуще. Поэтому тут должен пройти, я думаю, объем, желательно побольше вот такого вот плана. И действительно должны куда-то сместить. И желательно, чтобы это было смещение не такое, чтобы на следующий день акция опять же вернулась в этот коридор, а чтобы произошло действительно что-то интересное. Все остальное, любые там минутные проторговочки, которые там при желании чуть ли не каждый день можно найти, это все, ну, трейдинг низкого уровня, я называю его так, который может даже и будет приносить какие-то результаты на каком-то определенном периоде небольшом. Но на дистанции вы просто там просто загрузнете, ничего интересного не найдете. Просто будете подстраивать, скажем так, картину своих каких-то грез под минимальные риски, которые вас в целом будут выводить на прекрасные результаты. Ну, вот эту вот торговлю в рейнже. Вот, нужно что-то интереснее, нужно что-то волатильнее и не всегда с большим риском, кстати. Вот, парадокс такой. Вот, думаю, про авиацию достаточно на данный момент, идем дальше. Что важно, даже если вы не торгуете акцией, которые там, допустим, у вас ограничена покупательная способность, вам все равно необходимо просматривать акции довольно-таки дорогие, потому что вы можете торговать те компании, которые, конкуренты которых могут влиять на ту акцию, в которую вы заметили. Ну, например, бывает такое, да, там, главная какая-то акция в индустрии может действительно повлиять на какое-то время на другие, особенно в день отчета. Вот, поэтому вам нужно знать, что когда, допустим, отчитывается NUI, часто бывает X тоже ходит, потому что это одни из двух основных. Не там, не так написал. Вот так вот. Одни из основных, вообще. То есть по X сейчас вообще не о чем говорить. Вот, поэтому тоже нужно просматривать и выискивать там тоже закономерности. Вот у нас была акция ALLE, которая в первый день просто упала, да, и потом, ну, в вечерний вот момент какой-никакой у нее был. Что у нее произошло? То есть можно для себя просто отметить. Во второй день она, когда оказалась, выстроилась, наконец-то, там, ниже вчерашнего дня, ну, то есть, ну, тут бы мы не успели, потому что тут без премаркета вообще, то есть какой объем был, 200 шерст, но это не объем. Можно сказать, выстроилась она уже где-то вот в этой вот линии, и вот тут вот реально было бы зайти здесь или нет, я думаю, нет. Я бы здесь бы не зашел. Но какую я для себя информацию отсюда могу выводить, то что на второй день акция пошла ниже первого дня отчетного, да, то есть вот этот вот момент. Все-таки ушла и, по сути, закрылась флоу. Хорошо. Ну, очень мало информации, но хоть что-то. Дальше акция AN. Мы по алфавиту идем, сразу говорю, да, только если индустрия будет совпадать, как с авиацией, я буду на этом останавливаться. Дальше, AN, отчет. Абсолютно ничего не ясно, то есть выходим с гэпом, потом картина рвется в 9.30, практически достаем вчерашнее закрытие, и идем вот так вот. Очень сложная ситуация. Ну, безумно сложная, не люблю сложность в этих вопросах. Что-то нужно попонятнее. Попонятнее мог быть что? Второй день. Второй день у нас есть high. Вот он. 53, по сути, 50. И тут у нас акция, по сути, выходит только к обеду. Выше этой цифры. Все остальное это, ну, я имею в виду, выстроено как-то. Все остальное это у нас был всплеск, пали ниже, потом как-то вот тут вот действительно выстроились, пошли, и тут очень короткое время. 10 утра такое опасное время, на самом деле. И как-то отсюда пошли. Сложно? Я считаю, сложно. Хотя есть направление. Подойдет ли это для более-менее какого-то традиционного, назовем его так, интердейтрейдинга с неширокими стопами? Да не подойдет. Вас зацепят. И акция еще особо недорогая, кстати, 50 долларов. Хорошо. Иду дальше. CTXS. Вот здесь было интересно, я считаю. Интересно было и в первый день. Вот этот момент. Уже после обеда. Где в целом, если вы здесь зашли, вас выбило, ну, нужно было искать потом дальше счастье. К Харли Дэвису сегодняшнему мы придем, да, и посмотрим, насколько было там, можно или нужно было заходить. Может и не нужно было заходить. Ну, окей, первый день мы побоялись. Что второй день? Вот у нас этот лоу, который мы получили, 144. Была ли здесь достаточная проторговка? Я не могу сказать, кстати, на второй день. Если открывается выше и акция доходит сюда, часто будет откат. Вот он и получился. Вот тут вот. Но если брать после 10, по-моему, тут 15 минут не прошло. Как раз эти спасительные 15 минут. А вот тут вот в целом, после обеда, если бы тут прошел объем действительно, я бы в эту ситуацию входил. Он не прошел, пошли выше. Ну, тяжело тоже. То есть мы видим, что посмотрели всего лишь три акции. Они вроде как и двигаются, но двигается безумно тяжело. Опять же, то, что это акции, там, две из них, да, получается, были. Выше 100 долларов не имеет никакое значение. Мы говорим сейчас про ситуацию какой-то тенденции. Дальше. HTH. Вот один из моментов, который, я считаю, удался с позиции какого-то утреннего движения, что довольно-таки пока что на данном периоде, пока что, может, завтра эта тенденция продолжится. Вот момент у нас с постмаркета, вот премаркет, прекрасно держит акцию, начиная с 8 утра, и вот она сорвалась. Ну, конечно, кто-то скажет, что очень риски широкие, но для такого ценового диапазона, для отчета тут вполне было соус-соус, скажем так. Акция со старта пошла, откатилась, не пробила 90, а потом просто сорвалась. Конечно, если вы не торгуете такие вещи, не располагаете такими рисками, ну, говорить не о чем. Но, опять же, я всегда привожу простой пример. Представьте, что эта акция стоит 9 долларов. Это 8,80, это 8,60, это 8,40 и так далее. Можно ли было в нее тогда заходить или нет? Тут вы должны для себя этот момент поделить. Как вы считаете, можно было в нее заходить или нет? Если да, то где? Если вас смущает цифра 90, сделайте из нее девятку. Ну, я, например, под 80, 9,45. Ну, акция с 9 до 8 уже прошла. А падала она, грубо говоря, с 11 очень много. 8,60 и стоп, 8,60. Это как это так? Что за такие интересные моменты? Я вхожу по той цене и сразу же на эту цену ставлю стоп. 7,50. Странно. На лоу 8,Ч. Что такое лоу 8,Ч? 8,4,50. Я сейчас что-то не пытаюсь вас подвинуть на какое-то творчество согласно моментам тех же формализованных стратегий, в принципе. Да и видеопримеров, которых я не раз вам показывал. Это классическая ситуация самого открытия. То есть у нас есть какие данные? У нас есть где-то район вот такой вот опасный, который, кстати, сработал в определенной мере. Район 88. Вот. Раз. И вот верхний у нас где-то 90,92. Да, 91, который начал смещаться. Вот это очень классная штука. Вот. Кстати, вернемся к моменту, который часто у меня... Вызывает у меня уже давно спокойствие. Что такое для меня лично? High и low премаркета. Для меня не является high и low премаркета какие-то шальные свечи, которые прошли в 4-5 утра, в которых нет абсолютно никакого объема. Ну, грубо говоря, 94 для меня не есть каким-то хаем премаркета, за которым вы якобы, если поставите стоп, вас кто-то там будет спасать. Так же, как и low, вот этот, сколько здесь? 87,24. Для меня high и low премаркета, это когда действительно на премаркете есть плотность, такая очень серьезная. Желательно это от 15-15-30 минут какие-то накопления, где акция стоит и особо не дергается. То есть особо, ну, за уши можно притянуть сказать вот это вот, хотя нет, здесь нет, здесь очень мало. Вот момент. Почти вот здесь вот образовалась. Здесь с натяжкой, можно сказать, это точно интересная штука. И, грубо говоря, если бы я, вернее, не то, что если бы я заходил в районе 90, я просто сделал еще на премаркете, мой стоп стоял бы здесь, как бы он и стоял, сразу за 91, за вот этой вот проторговкой. Нигде-то вот здесь вот. И я бы там прям не опасался вот этого low абсолютно. Я бы не считал его за low честно. Вот 88, как бы мы проходили, мне бы было интересно с вот этим вот таким вот накоплением. Есть такое, да? Ну, то есть мое видение, я говорю, основа, которая основывается на моем опыте. Потому что мне часто люди забывают и не смотрят в те труды, которые я писал, где написано, что ваш премаркет должен быть с каким-то определенным количеством шерст проторгованных. А то бывает вот так, вот такой вот премаркет, вот такой вот, 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 вот премаркет. Ну, вы же видите, Сергей, high 94, low 90, 41. Ну, что за премаркет? Такие свечи мы с вами можем наделать там в состоянии какого-то алкогольного пения, потому что благоразумный человек здесь не будет стрелять по вот этому спреду сумасшедшему, который здесь есть на премаркете. Ну, допустим, если акции нет никакой новости, просто мы решили так побаловаться. Крутануть колесо фортуны. Вот. Поэтому классический момент, вот эта проторговка, самый дальний стоп, открытие у нас осуществилось по 80, 93, ну, по сути, по 90. Триггернули 90, 8, 80, да, я прыгаю с... и отнимаю нолик. После этого протестировали, не добили 90, и пошло вольное падение. То есть, по сути, если вы не торговали вот здесь, вот этот момент входа действительно был бы очень хорош. Самый дальний стоп, это был действительно, в данном случае, девятка, но если вы сразу видите, что акция просто прорывает и идет ниже, то, естественно, вам нет... Ну, условно, вы заходите вот тут вот, и ситуация уже где-то вот тут вот, то стоп держать за 9, весь, ну, не имеет никакого смысла. Вот. Тоже момент, без позиции, ну, конечно же, своего рода рисковый, но импульс он всегда рисковый. Это, в принципе, любая сделка на рынке рисковая. Это вот этот вот момент, район 85. Вот тут вот уже, ну, 10 утра мог быть уже выход выше 88, выше 80, прошу прощения, да, но тут удержали. И, собственно, ну, после такого я, допустим, уже не видел, что акция пройдет. Вот. Вот. Что на второй день произошло? На второй день акция у нас открылась выше, начала смещаться, и вот этому вот лоу своему, ну, вот этому вот району 76, там 75, не дошла даже. То есть одинокий получается у нас получился случай, ну, на данном этапе, да. Поэтому вот если таких случаев будет много, естественно, мы должны в них быть. Если вы видите такой премаркет, видите такую проторговку. Дальше. Дальше я буду идти в те, рассматривать ситуации, которые, как правило, могут ходить на отчеты, но ходили либо, ходили они или нет, мы с вами сейчас увидим. Акция FCX, которая даже на отчет бывает ходит, не показала в этот раз у нас абсолютно практически ничего. Причем вот это ее было, по-моему, день отчета, а не вот этот вот. Дальше FEE. FEE все-таки, его, по-моему, никто и не заметил, но у FEE был отчет. 23-го автомаркет-клосс, вот 23-го автомаркет-клосс, 24-го. Ну, так часто бывает, если за где-то 5-7 торговых сессий до отчета у акции происходит какое-то что-то аномальное, у нее новость была, помните, да? И вот такие вот движения, то на отчете, как правило, ничего интересного не будет. Так и произошло. Сработала эта теория, которая ничего не подтверждена, никакими общебниками. Вот. Это я просто замечаю такую штуку, если действительно акции интенсивно двигается, объем искрится, и через 2 дня объем, через 2 дня отчет, то на отчете ждать от нее что-то экстраординарного не стоит. Так и получилось. Дальше FMX ничего. Халибертон, помните, понедельник мы смотрели тоже. 20-е, 21-е, когда он учитывался. А, он отчитывался вот здесь. Ничего, это потом у нас нефть пошла на второй день. Intel. Вот Intel нужно посмотреть. Это уже пятница. У Intel был шикарнейший премаркет. Если бы он так ходил на 3 дня, то я бы, наверное, просто поставил бы его отдельно на какой-то отдельный график и за ним бы смотрел. Прекрасно он держал эту верхнюю границу, постоянно смещал ее. Все это он еще сделал, имеется в виду себя, обнаружил в четверг после закрытия. Потом начал эту вот штуку. Продолжать, продолжать, продолжать. Восемь утра, опять же, у кого есть и сигнал, знает, что вот такие свечи, это не значит, что прямо цена сюда ушла. А вот тут вот это действительно был факт. Тут был тяжелый момент, честно я говорю. То есть, если вы здесь успели, вы молодец. Естественно, это было все с определенным риском, изначальным. Я подчеркиваю слово изначальный, потому что импульсная торговля предусматривает, что если вы заскакиваете в импульс, ваш первый стоп, самый такой коварный для вас. Почему коварный? Потому что ситуация, если пойдет против вас, сразу же, соответственно, вы потеряете, как правило, самую максимальную цифру. Более максимальную цифру можно потерять, если вы как-то неудачно добавитесь. Допустим, акция раздвинет спред, вы этого не увидите, там в пылу борьбы ударите по беду, ну, допустим, если вы шортите, и акция резко вернется обратно. Тогда действительно можно потерять теоретически больше, чем вы планировали, просто за счет того, что вы с объемом. Нельзя сказать, что напутаете, ну, такая вот ситуация, короче говоря, произойдет. Intel пошел резко, тут не было такой четкой проторговки, как только что мы смотрели в акции и HTH, вот, тут просто прошло свободное падение, и тут действительно был исключительно расчет, но только ваш опыт, если вы такие вещи торгуете, да, то есть верхнюю границу, вы могли ставить стоп здесь, если 9.30, насколько 52.18, это был ваш стоп в данном случае. И рассчитывать на импульс, сколько он еще мог пройти, неизвестно, но, естественно, такой ориентир, как ровно 50 долларов, мог быть для вас таким определенным маяком, где вы могли точно эту позицию свою частично покрывать, либо полностью, потому что мы видим, что вот как только акция, ну, тут еще до вот этого момента был откат, достигла 50, она, по сути, попала в такой вот зыбучий песок, и здесь ее в целом и остановили. Были такие одинокие сквизы минутные, аж до 49.50, но это тут ловить, естественно, затея не самая лучшая, поэтому тут ее остановили. Вот часто бывает такое, кстати, вот эти вот такие мега круглые цифры, имеется в виду, мега круглые, я имею в виду, не 51, не 69, а 70, 50 могут остановиться. Остановить, и это все вот прям вот так вот удержать в определенном моменте, да, то есть удержать определенный вот этот вот плацдарм, после чего может потом акция пойдет ниже, а может пойдет ее вверх. Единственное, что это действительно сможет сработать тогда, когда акция уже действительно много прошла. А если у вас при марке, вот такое вот, предположим, это 40, 50, 50, а тут вот 50 находится, акции постоянно жмут, 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 то этот и при марке, допустим, только вот тут вот начался, да, в отчетной акции, там небольшой гэп, допустим, 3-4%, то этот, то эту 50 могут не заметить. Просто тут до 50, ну, нужно понимать, смотреть общую картину. Акция вчера вышла, стоила 60, она упала на постмаркет и 54, с при маркета пошла на 52, и тут еще 50, Intel все-таки не, не мальчик с подворотни. Компания очень серьезная, чтобы это просто взять и опрокинуть, должно быть что-то очень серьезное, что прямо она там улетала, поэтому это не биотехнолог какой-то, да, и биотехнологии сейчас все обернулись и на меня посмотрели таким волчьим взглядом. Что на второй день? На второй день вечером акция ушла, вот, в самый лоу, и сегодня ничего не происходит. Так себе, да, информацию нам Intel дал. iRobot в прошлой неделе. Отчет, а вот тут вот было интересно. Отчет у нас был 21 после закрытия, по сути, вот он первый день, который ничего интересного, ну, вот так вот положа руку на сердце, я не могу сказать, что да, а вот на второй день уже вот эта вот зона где-то от 78, мы были ниже вчерашнего дня, это уже было что-то, то есть как-то уже выстраивались. То есть вот этот вот момент. Вот. iRobot выписываю. Дальше сбрасывали в акцию LLNW, где рассчитывали, скорее всего, после того, как она сделала такое движение, это движение не на основной торговой сессии, это на постмаркете, что она что-то сделает. К сожалению, ничего не получилось. То есть вот, и, кстати, была она, помню, в примерах. Я помню вот этот вот день. Не так давно. Дальше Microsoft. Дорогой, но все-таки во всех смыслах дорогой, да? Многие сейчас используют систему Microsoft, кстати, как и я сейчас. Тоже ничего интересного. Филипп Моррис, ничего интересного. А у Sketchers остановимся. Почему? Потому что тут есть очень интересный момент. Перед отчетным периодом я говорил о таком важном моменте, как то, что сейчас очень много непонятных, сложных дневных графиков. Достаточно включить, например, Mortgage Investments, либо авиалинии, которые мы смотрели в начале трансляции, либо круизные лайнеры. Вы увидите, что дневные графики очень непонятны. Они вроде как стоят в каком-то коридоре, но они никуда не идут. То есть они чуть-чуть идут вверх, чуть-чуть идут вниз, но в целом они сохраняют линию вот эту. Например, авиаракс. Вот вроде тут выходим вниз. Точно сейчас пойдем вниз. Нет, мы тут стоим 5 дней, потом идем вверх. О, может сейчас вверх пойдем. И опять стоим. И так многие. Поэтому, исходя из этой ситуации, я вижу следующий момент. Если увидите, что акция находится в каком-то коридоре таком. Ну, тут микрокоридор у скетчерс это где-то 27-30. А более какой-то серьезный, да, он тут в пределах вот этих вот мувингов, если не смотреть, 29-34. Вот. Тут я 100% его смотрел, думаю, как и вы. Только на лонг, там момент пробития 34, и акция могла очень серьезно полететь. Но сделала она абсолютно не так. Сделала она это очень... Тут очень широкий спред, на самом деле. Если кто-то думает, что было легко попасть в эту позицию, то вообще не ошибается. Даже на шорт. Вот. Но суть какая? Потом уже, когда это движение прошло, и даже вот этот вот момент прошел, у нас четко акция начала уже показывать такой момент, что она вверх идти никак не хочет. Да, то есть, вот, вот, тут чуть выше, правда, где-то на 3-5 центов. Вот. И вот эта вот ситуация у нас четко показала, что продавать мы будем. Единственное, что могло вас смутить, что акция вернулась в этот вот коридор. Что произошло потом? Произошла потом довольно-таки формация, о которой я говорил. Помните, лоудня? Ну, единственное, что тут прям вот его не прижимали. Да, там есть условия полчаса, о котором я рассказывал в свое время. Тут вот эти вот, можно сказать, полчаса были где-то, вот, начиная с 10.30 до 11.00, с небольшим смещением, да, возле лоудня. И потом нежно это все пробили. Вот вроде как понеслись, пробили, сказали, давайте подождем, и пошли вот так вот. Был объем, поэтому формально здесь действительно можно было такую ситуацию пробовать. То есть, вот такая вот редкая. Сколько таких ситуаций вы видите на рынке сейчас? Я думаю, очень немного. Вот, после чего ничего не происходило особо. Но на второй день после этого, после того, как вот тут вот, я думаю, многие про скетчерсы забыли, ближе к обеду, ближе к обеду акция как раз вышла ниже вчерашнего лоу, прошла его, и вот тут вот, какой-никакой, но все-таки был вход от 29.50, акция прошла 25 центов. Мало, неинтересно, кто-то скажет, а я соглашусь. Действительно, мало неинтересно, но какой-никакой, а второй день, когда акции действительно какую-то свечу, неважно, желтая, даже может, какого-то желтой графики, красная, зеленая, если есть объем, и даже в такой ситуации я бы смотрел не на лонг, несмотря на то, что тут коридор такой, а танцевал бы от отчетного дня. То есть, смотрел бы на шорт. Я не брал бы ее здесь в лонг, бы ни при каких-то обстоятельствах. Я бы ждал просто, чтобы она ушла ниже 30 и дала здесь возможность зайти. Если она не дает возможность зайти, то заходить и не нужно. TRTN дал второй день. Где он дал второй день? Тут в такое попасть, это только можно поблагодарить удачу. Вот второй момент второго дня. где-то вот здесь вот. Вот. В этой ситуации. TRTN. Второй день, опять же. TSCO ничего толком. Tesla, я не думаю, что есть смысл обсуждать. То есть, вот прошел у нас первый день, второй день был очень тяжелый, но формально тут нужно было искать шорт. Я сейчас не спорю на акцию, это особо не имеет значения. Опять же. Можете обманывать свой мозг, говорить, что это не 1450, а 1450 и проще Tesla смотрится. Twitter. Twitter тоже ничего интересного, по сути. Ну и все. То есть, у меня из того, что мы посмотрели, реально только несколько какие-то ситуаций, которых я могу выделить, которые можно было смотреть. Их очень мало. То есть, это еще раз акции HDH, это ARBT, это Sketchers, это Snap. Много это очень, ну и я что-то явно там еще, может, где-то там полторы акции какие-то забыл, да, то, что мы смотрели. Но мы идем дальше. И эта неделя у нас, если мы говорим про отчеты, отчета уже намного больше. То есть, было 159 по тем параметрам, тут уже 390, тут уже не расслабишься. И поэтому я предлагаю пройти все заодно, мы, возможно, мы увидим что-то на вечер, потому что 12.53 уже плюс-минус ситуация подходит. Вот такая у нас была сегодня акция, VCRA, которая, ну, такой странный был премаркет, он был очень, с таким очень широким спредом. вот, можно ли посмотреть, будет на вечер? Конечно, да, если она будет где-то здесь, пройдут какие-то объемы, она скорее еще пойдет выше, либо просто будет тут рейнджа. Да, и подытожить, если прошлую неделю, я какой-либо тенденции не заметил, только какой-то был вот момент, я себе отметил, там, записал на выходные, когда это все просмотрел, еще раз, что небольшая такая искра на счет того, что может вторые дни могут быть более интересны первые. И второй момент. С первых секунд сейчас, ну, мы видели, что по сути только и HTH, и, а, Intel, я же забыл еще, пятый, INTC, сходили. То есть, это говорит о том, что кто отторгует сейчас прямо с самого открытия, пытается постоянно зайти, я думаю, вам нужно чуть-чуть остановиться в этой открытии. Кстати, у Intel был еще в день отчета цифра 55, два раза. Вот, вот, забыл про это сказать. 55, 51, вот, день отчета еще. А вот, с самого открытия сейчас действительно получается, что если вы видите четко, что вы в первые 15 минут сейчас теряете, пока не торгуйте первые 15 минут. Ну, я говорю тем людям, которые торгуют эти моменты. Не стремитесь. Пропустите пару раз. Поругайтесь на себя со словами, ну, нужно же было входить, я же знал. Когда такие ситуации действительно вы начнете пропускать, тогда действительно можно говорить о том, что нужно возобновлять это все делать. так, смотрим, VCRay. Тут пойду с конца для разнообразия. Об этом моменте сказал. UHS. Ничего интересного, и тут как-то, если бы он закрылся хотя бы сейчас, где-то вот здесь вот находился, ну, еще как-то за уши можно было притянуть, даже с такой вот абсолютно непонятной дневки. TINET стоял у нас в районе 72, я знаю, я видел, я думаю, вы тоже смотрели, я надеюсь, вы смотрели за этой ситуацией, но он так и не пробил какие-то локальные свои high, вот эти вот мелкие, поэтому пока не очень понятно. то, что вообще непонятно и неинтересно, я буду абсолютно пропускать сразу же. TBI вот был бы в таком состоянии, был бы интересен, тут у него сломалась вся конструкция, ну, и хорошо. Почему я так, скажем, так легкомысленно, может, кто-то со стороны подумает, отношусь к акции, потому что я хочу найти непосредственно то, что вот, от чего я не могу отказаться. У новичков тоже, у меня просто по себе вспоминаю, у меня была такая штука, когда я смотрю за акции, она делает не то, что там, что я планирую, и я все равно ее ставлю на один какой-то экран и вот постоянно на нее смотрю, она смотрит на меня и мы смотрим, она там своим делом занимается, я своим, эффективности от этого ноль. Вот, то есть, что-то героическое, если вы смотрите в лонг и хотите, чтобы она сделала прям вот так вот, а потом как-то шикарно выстроилась, и вы туда зашли и каким-то объемом акция пошла на 20, так будет из 100 раз, наверное, может полтора. Ну, то, что тебя сегодня вот, вот как-то неожиданно сейчас, просто удаст вот такое вот зеленое свечо выстроиться, и вы войдете там в пробитие 18 и заработаете доллар движения, но я ставлю на это там процент полтора, не больше, откровенно. Такое может быть, но вероятность очень маленькая, поэтому работать какой-то маленькой вероятности я вообще не вижу никакого сенсора. То есть, если потом вот говорят, ой, надо же было смотреть, там акция, да, она сходила там 2 доллара ниже, там, но потом же, как она красиво прошла 5, но это не то, не должно так быть в вашей ситуации. То есть, вы должны найти момент, который будет для вас максимально понятен, комфортен, и акция Шенонни Брюс Уидис, которая там в крепких орешках спасает мир. Супермены вам не нужны, если мы говорим про акции. Вот акция PFG, то, что я говорю, потенциально, если она так закрывается, завтра, возможно, мы можем здесь смотреть шорт, если она будет находиться ниже лоу сегодняшнего дня. Потенциально. Вот, и на УВИК, кстати, что-то более-менее. Вроде, был невзрачный отчет, надо посмотреть, может, там какая-то есть новость, просто акция срывается, и это интересно с позиции того, что если движение может действительно продолжиться непосредственно сегодня, но если сейчас будет какой-то выстроенный момент, еще аж целых три часа, если будет какая-то здесь сопротивление, не обязательно, кстати, перед фигурой, она может быть и выстроится в 11.60, и потом в последние полчаса очень хорошо пойдет, поэтому на УВИ я бы тоже смотрел бы. Вот, MLP стоит недорого, но вот сама формация, она интересная. Я не уверен, что она, конечно, много пройдет, но вот такой вот слом вот этой всей малины, назовем это, которую здесь выстраивали, и кто-то пытался подбирать, это очень неприятно, поэтому люди будут нервничать, закрывать свои лонги, это может спровоцировать и дальнейшее движение вниз. вот, MEDP вот так вот решил, не знаю. Ну, потенциальный вот момент. Сколько он может пройти, кстати, какой у него объем, что он к нам попал. а это я просто все практически отчеты смотрю, только дешевых очень нет. 346, да, кто не торгует с таким средним авиомаксом, FRTA можете исключить из своего списка. Вот часто, ну, можете не говорить, я точно знаю, привлекают людей вот такие вот вещи. Почему? Потому что якобы можно поставить стоп короткий. Что из этой ситуации будет, то есть развернулась ли она уже после вот этого движения и пойдет ниже, либо сейчас наберется сил и пойдет выше. Для меня эта ситуация абсолютно двуякая. Поэтому в таких случаях, если вы за такими акциями следите, моя рекомендация не пытаться угадать вот этот вот момент. Возможно, вы угадаете. и вам повезет. То есть со старта акция куда-то возьмет, допустим, низ пойдет, либо вверх. Но, как по мне, лучше действительно дожидаться, хотя мне не нравится эта ситуация, честно говоря, я не знаю вообще, что здесь будет. Она мне абсолютно двусмысленно выглядит. Как по мне, лучше, чтобы прошел объем, акция куда-то вышла, нарисовала новую какую-то зону и с нее уже торговать, в зависимости от того, она пойдет сюда вверх, либо пойдет сюда вниз. А так ситуация, ну, кому-то может кажется, она простая. Я считаю, что это очень тяжелая ситуация. Скорее, вы здесь потеряете, чем заработаете. FFV очень дорого и непонятно. Ну, понятное дело, что если сейчас мы остановимся и начнем здесь, ее нужно шептить, безусловно. Но риски здесь будут соответствующие. И дешевая акция, и ход у нее довольно-таки широкий. Но нам сейчас, в принципе, в этот момент доречен. МКР тоже ничего, то есть это абсолютно непонятно. Так он был многообещающий, сегодня никуда не пошел. И акция GNC, которая сделала такой шорох на постмаркете вчерашнем, а в финале вернулась сегодня в свое закрытие. Плохая акция. Ну и акция, которая у нас... А, собственно, следующая. Яндекс, утренний, сегодняшний. Кто торговал утренний, сегодняшний Яндекс, импульс, поставил там стоп, я не знаю, за 55, должен был выжить и как минимум, скорее всего, деньги не потерять. Вот на вот этом вот движении, когда вот здесь акция пошла вверх. Это было действительно тяжело, но там был момент, там спред действительно очень неплохо сузился вот в этой ситуации. Я просто здесь был и успел отсюда уйти и даже не потерять. Расчет был на то, что он все-таки в таком премаркете начнет снижаться. Но, опять же, большим объемом я вообще сюда не заходил, потому что какая-то плотность была такая очень хлипкая, вот эти вот точки. То есть там еще посмотреть полгода-год назад, когда в Яндексе были какие-то новости, очень был плотный премаркет, очень хороший, не широкий спред, а тут прям на отчете такая штука. Поэтому он и не давал уверенности себе. XRX даже не уверен, что сегодня акция довольно-таки тяжелая, всеми известная фирма Xerox, но вполне может быть завтра наберутся силы, пойдут еще ниже. Вот что нужно избегать, по моему мнению, вот такое вот, это абсолютно непонятно ничего. Что они здесь начитывались, зачем они вообще отчитывались? Просто бы сказали, что все нормально. SEO выходит, говорит, все нормально, конференц-колл, все свободны. Точно все нормально, меня спрашивают, да. И вот мы пришли к Орлее Дэвису на сегодняшний. Премаркет был очень широкий в плане спреда, то есть тут я смотрел этот стак, где-то с 7.30, на самом деле, сегодня, возле компьютера, и даже раньше с 7 утра. Где-то здесь зацепиться в этих вот точечках, да, и где-то кто-то мне тут скажет, что здесь какие-то уровни премаркета были, их не было. На самом деле, постоянный спред от 20 центов и больше. Какие-то сделки, которые между спредом иногда проходят, то есть, я вот этот за хайбы премаркета особо не считал бы, и вот тут, вот там вот эти в 79-80, там никакого лота вообще не стояло, то есть, ну, такая вот была какая-то картинка. Открывшись, открылся он здесь у нас так, вот тут вот, то есть, вот этого движения он сделал за 2 минуты до открытия, и в целом, вот тут вот можно было заходить, но с очень-очень широким риском, там больше 50 центов, что в целом, я считаю, неразумно, как для такой акции. Вот Open, не вот эти 2 минуты, это 9-28, 9-29. Кто торгует открытие, уже давно заметил, я думаю, что странные вещи за 2 минуты до открытия начинаются. Это связано с тем, что ордер OPG, который отправляется за 2 минуты до Open, а потом его открыть, отменить нельзя, соответственно, и такая штука происходит. Хотя OPG сейчас не работает, я могу это точно заявлять. Но не суть, да, потом у нас выстроилась вот такая вот ситуация, очень ситуация классическая для для оптика, ну вот, когда держат фигуру, и ну-ну, мы точно сейчас пойдем в Волк. Чаще вот так вот сделают, и действительно, чаще пойдут вниз. тут мне не дали, я знаю, что большинству не дали. Я уже ставил уже лимитными ордерами под фигуру, естественно, меня тут выбило со 100 ордером вот это вот, на вот этой вот свечке, как и многих. Абсолютно рабочий момент. В большинстве случаев в таких ситуациях аксесс-крипт пойдет ниже, чем выше. В тот случай, когда пошла выше, нужно закрыться в относительно небольшом минусе и смотреть дальше вообще за другими акциями. Поэтому я считаю, что Харлей Дэвидсон сегодня, вот тут вот был абсолютно рабочий момент, очень хороший момент. Просто мозг на начальном этапе, а начальный этап, я считаю, первые там года два, отказывается верить и говорить себе, что хорошая сделка может быть отрицательной. Но при этом, кстати, другой момент, тоже негативный, плывает, когда человек делает положительную сделку и думает, что ну, так же же должно быть. Вот, то есть к положительным сделкам относимся очень ровно, к отрицательным очень болезненно. Это очень, с психологической точки зрения, очень неправильно. У меня, например, ну, я считаю, мое личное мнение, что у меня этот момент абсолютно ровный, как и положительная, так и отрицательная сделка. Так проще торгуются. Вот, потом то, что-то тут попытались, но тут не было какого-то объема, чтобы здесь прям шортить, и мы пошли вверх. У меня непонятен Харлей сегодня, после вот этой ситуации имеется в виду. Но вот и тут что-то с ним делать я не вижу уже никакого смысла. GLW ничего не ясно. на что фран-отчет, на что фран-отчет, на него попал. Да, фран-отчет. Он просто выскочил на... странно. Странно. Где-то чудилось, что это он не за счет, а что-то вылетел. неважно. Сработал как типичный пеннистат, то есть он уже по сути вернулся в ту зону, с которой его и отправляли в космос. Ничего интересного. И CL. Кто такой ценовой диапазон торгует, очень неплохо. Он себя ведет с потенциалом на завтра, возможно, эта акция может походить. Осталось 5 акций, поэтому... Если эта ситуация сегодня... Я не вижу тут вообще-то сейчас в действии, то есть лучше посмотреть, как он будет сегодня закрываться. Уйдет все-таки... Какие-то силы уведут ниже, в район 72, то потенциально завтра нужно его смотреть ниже. Если уведут куда-то сюда, то... Как правило, вот такие вот зеленые свечи признак того, что акцию хотят покупать по более низкой цене, но это если мы смотрим на момент, допустим, какого-то среднесрока там уже. То есть среднесрочники действительно следят за отчетом, если не в позиции. Если они видят, помимо отчета, то, что полную выкладку читают, какие там результаты, какие прогнозы и так далее, даже на положительном отчете, например, акция падает, то будут ее подбирать даже по лучшей цене. Но это чуть другая торговля, поэтому к интердей я тут не вижу смысла подходить. AUDC. Этот инструмент точно нужно смотреть, тут нужно искать, что он сорвется, придет какая-то... Он может сорваться, сегодня это дело в 10.49, вот так вот очень легко. Да, акция со спредом, но при плотности может прийти. Сейчас у нас критическая источка, это район 37, в целом после пробития которого, я уверен, возможен объем, и после этого, если мы удержим эту зону, то как для шарта может быть очень хороший момент на вечер ADC, но потенциально мы уже и на завтра смотрим, естественно. Так, и все. Это я отчеты беру. Понятное дело, что есть акции, которые сегодня не отчитывались, но у нас сегодня вообще встреча, она исключительно касалась отчетов. Мы не будем смотреть, что там летало, что падало. Кстати, вчера вышел тот, которому я, по-моему, уделил, но секунд 30, не больше, да? Вчера акция была с SOHU, мы ее смотрели вот здесь, вы помните? И действительно было мало премаркета, это факт. Но потом SOHU, конечно, дал. Ну, не сразу дал, но вот это, конечно, мега получилось. Сегодня у нас уже перегрели, конечно, на премаркете, хотя была попытка в 9.30, ну и сейчас он пожинается, плоды здесь имеется в виду, выходят, скорее всего, по чуть-чуть пытаются, ну, фиксируют деньги, кто здесь находится еще с вот этой вот зоны. Поэтому Вичера и UDC вариант можно рассмотреть. WIP пытается ниже пока что пройти. XRX, я говорил, на завтра, FFV тоже пока не ясен. О, вот что, что имеется в виду, что можно не угадать, а можно угадать. То есть мы видим, да, финт вверх, выход вниз, знаменитый. Ну, 18 центов, если бы вы здесь смогли, то и то не факт, что сейчас акция пойдет вниз, да, то есть нужна какая-то проторговка. Ну, фикс как вариант, хотя, опять же, деньги не нравятся. Акция FRTA, кто торгует акцией с объемом меньше, чем полмиллиона в среднем. NOV, то, что я говорил здесь, проторговка возможная. PRG, на завтра скорее. И VCRA, кстати, к 32 подошел, к 32 подошел. Поэтому VCRA раз, NOV два, фикс, ну, сама ситуация мне не нравится. Можете просто посмотреть, для интереса потом для себя записать какие-то выводы. Третий будет скорее UDC, 37 нужно ждать, что там будет после пробития. В пробитии я бы 37 не забегал бы. То есть на данную минуту на час 18 по Нью-Йорку, AUDC, вечер NOV, VCRA. Все это потенциально, тут нет сейчас каких-то вот точных моментов, которые вот прямо сейчас нужно там забегать. Вот. Поэтому такая ситуация. Неделя только начинается, и, во-первых, сегодня что-то акции сделают в последние три часа, и на завтра потенциальный список пополнится, и это я не беру те акции, которые у нас сегодня отчитаются после закрытия, те, которые отчитаются завтра перед открытием. поэтому могут прийти еще варианты. Вот такой вот целый момент. Это так все анализируется рутинно, а сейчас каждым днем, когда будет большее количество отчетов, то есть вы понимаете, что какое-то время обязательно нужно тратить на такие вот вещи. Вопросы. Видите, как бывает, да, вроде как пришли сюда деньги зарабатывать, там, дайте мне паттерн один какой-то, я буду его искать, него заходить, и трейдинг – это просто. трейдинг – это легко, когда рынок действительно ходит волатильно, и вы в унисон с ним работаете. Это действительно очень легкие деньги. Все остальное – это нужно действительно с такими перебежками работать и ждать соответствующих моментов. Такая вот история у нас сегодня. А завтра уже будет завтра. Всем спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok